Партерная стойка В шпагате балансовая Для того, чтобы научиться ее делать Сначала нужно понять принцип раскрытия ног в шпагат Я сейчас объясню, как это делается Лучше учиться делать на ту ножку, которая лучше растянут У меня лучше растянут левая нога Поэтому я буду показывать на левую ногу и правое плечо Вы стоите на колене, сильно подаете вперед Опускаетесь Таким образом, чтобы рука прошла под колено Уходите в положение откачки То есть как будто мы тянемся И у вас ручка должна встать Вот если я беру прошлое, то есть вы ставите руку И она у вас пойдет в согнутое положение То есть вы должны будете отжать себя вниз Еще раз, да? Мы вышли, подали таз вперед К примеру, мокнули головой И убираем ручку Задняя нога выезжает И мы ставим руку Чуть-чуть в согнутое положение Вот мы опустились В чем заключается основной принцип? То есть если убрать принципиальное движение ног Надо понять, что делает корпус То есть вы начинаете движение Вот в таком положении корпуса То есть, грубо говоря, жратом вниз Когда вы начинаете ложиться Когда вы начинаете ложиться Вам нужно корпус развернуть на правое плечо Вот в таком положении Давайте еще раз посмотрим, как это делается Вы сидите Толкнули таз Голова Ножка уехала И вы начинаете идти Разворачиваете горбус направо После того, как вы освоите выход Через полушпагат Можно попробовать сделать тот же самый выход Через переворот Это самый стандартный выход Который используется в экзотика полденс Принцип переворота Я объясняла на прошлом уроке Вы выходите в стойку Нога пошла назад Вы ставите согнутую руку И вот и будем То есть мы делаем кувырок У нас маховая правая нога Потому что левую ножку мы кладем на плечо Вот этот учебный вариант Который нужно нарабатывать Он делается через положение Поперечного шпагата Для того, чтобы выйти в стойку С отжимом Нужно все-таки уходить больше По линии продольного шпагата То есть в чем разница Если в первом случае Вы уходили сильно на правое плечо То для того, чтобы выйти в стойку Вам нужно постараться Сохранить ровное положение тела Открывает ножки По той траектории, по которой вы ведете Вот такое положение Здесь нужно для себя найти Максимально комфортное положение В котором вам будет удобно держать ногу А для чего это делается? Это делается для того, чтобы вторая рука Не закладывалась в пол Как это делается при выходе Через поперечное положение А вы могли ее поставить сразу в упор Чтобы в дальнейшем себя отжать от пола Еще раз Подставили ручку Вторая рука становится в упор Четко под плечевой сустав И вы начинаете уезжать Открыли ножки Голова лежит на луше И чуть-чуть подталкиваем таз сверху То есть привыкаем к положению спины Что спина будет нас держать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...